9 марта у нас, во-первых, день рождения Кагарина Юрия Алексеевича, 87 лет ему должно было исполниться. И еще одно событие очень интересное. Дело в том, что мы все знаем, что летали в космос две собачки. Белка и Стрелка. На самом деле это был 60-й год, а в 61-м году, 9 марта, полетела еще одна собачка Чернышка. А потом 25 марта, опять-таки 61-го года, то есть 60 лет назад по большому счету, полетели еще другие собаки, из них одну звали Звездочка. В марте ожидаются некоторые очень интересные астрономические события. Рядом с плеядами окажется Марс, но для науки это все же не имеет особой ценности. Но если бы созвездие покрылось Луной, то это стало бы научно значимым событием. И, конечно, день весеннего равноденствия, который каждый год проходит. Тут для любителей астрономии, да и для всех, будет на что посмотреть. Во-первых, Луна будет на достаточно высоком расстоянии от поверхности Земли. Во-вторых, из-за высокого расположения Луны можно будет увидеть на ней и моря, и кратеры. Для того, чтобы это все наблюдать, достаточно какого-нибудь, ну, глаза своего, во-первых. Во-вторых, если вы хотите увидеть какие-то более мелкие объекты, как кратеры, нужно телескопчик, по крайней мере, хотя бы такой любительский иметь. Ну и в бинокль тоже интересно посмотреть на Луну. Поэтому я всем рекомендую как раз в день весеннего равноденствия, плюс-минус неделя, посмотреть на наш естественный спутник. Остается еще одно интересное явление. Это глаз дракона. Он светится как рубин и выглядит как нечто мистическое. Такая звезда находится в созвездии дракона. И пока еще дракон наблюдается низко над горизонтом, то можно посмотреть на это явление даже невооруженным глазом. Когда я первый раз увидел глаз дракона, то это гораздо больше впечатлений мне произвело, чем другие какие-то объекты, которые я наблюдал. События в марте не заканчиваются с 12 апреля по 6 мая. В астрономической обсерватории Казанского университета пройдет мероприятие «Про космос». Энджимина Небаева, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Продолжение следует...